Нурсултан Насиров в селе Джапалах последнее время проживал со своей 80-летней бабушкой. Мать Нурсултана за месяц до трагедии уехала на заработки в Россию. В планах было перетянуть к себе и сына, после того, как устроится сама. У парня была мечта – подзаработав, жениться. Но 4 сентября он был убит. Мать собиралась его женить по приезду из России. Он был единственным сыном моей дочери. Мне больно вдвойне – и за дочь, и за внука. Меня неделю не было дома. Когда вернулась, внучка сказала, что Нурсултан уже неделю не возвращался. Сказала, что надо срочно искать. Если затянем, потом и следов его не найдем. Меня от этих слов передернуло. Я не хотела думать, что он уже не в живых. Просто с друзьями гуляет где-то. Но внучка, видимо, предчувствовала. Мать Нурсултана срочно вернулась из Москвы и два месяца искала сына, ничуть не подозревая, что обидчики совсем рядом. Двое из позднее задержанных даже помогали ей в поисках. Уже позже выяснилось, что парня убил его друг Бекбулот, ударив арматурой по голове. Совершив убийство, он уехал к родственникам на УКАД, где и скрывался какое-то время. Бекбулот и еще четверо из их общей компаний закопали труп в жилмассиве Кенсай. Когда труп наконец обнаружили, от молодого человека остались только кости. Опознать убитого родным удалось. Только по кольцу на пальце. Эти пятеро парней выйдут на свободу и завтра опять же совершат такое же преступление. Я не хочу, чтобы другие родители страдали, как я. Они должны понести наказание. Сельчане выгораживают остальных. Говорят, пусть наказание понесет только тот, кто убил. Я не согласна. Ведь остальные видели и не помогли моему сыну. Никто из них не пытался вызвать скорую. Никто не предложил отнести тело домой. Тогда его не съели бы собаки. Я осталась одна. Он был смыслом моей жизни. По подозрению в убийстве задержаны пятеро жителей села 93-го и 94-го года рождения. По версии следствия, сейчас парни пытаются изменить первоначальные показания. А один полностью берет вину на себя. Все они находятся в СИЗО. Я его убил, завернул тело в кленку. Потом позвал друзей. Они приехали, но не помогали мне. Стояли вдалеке, смотрели. Пока я грузил тело в машину. Закапывал тоже я сам один. Они здесь ни при чем. Они сразу сказали, что мы не будем впутываться. Задержанный Бекболот – спортсмен. По словам потерпевших, в спортклубе, где он занимается, организовали сбор денег. Жители села по 300 сомов. Как говорит мама убитого, чтобы подкупить судью и прокурора. Но сельчане это отрицают. Никаких денег никто не собирал. Но большинство сельчан придерживаются одного мнения. Парни, которые не участвовали в убийстве, не должны нести наказание. Причем тут они? Эти ребята из хороших семей. Тем временем в селе поговаривают, что жители разделились на два лагеря. Одни считают, что остальных надо отпустить, другие, что правильным будет наказать и этих четверых. За скрытие преступления и за соучастие. Мы проверили информацию о сборе денег. Она не подтвердилась. Но мы не исключаем этот факт. Также в целях предотвращения конфликта между сельчанами мы совместно с органами местного самоуправления начали проводить разъяснительную работу. Мы пытаемся объяснить, что в ситуации разберется суд. Однако, пока до суда дело еще не дошло. Как говорят родственники погибшего, семья одного из подозреваемых выставила дом на продажу. Предполагают, что вырученные деньги потратят на то, чтобы откупиться, и дело было замято. От самих потерпевших уже пытались. Матери, потерявшие единственного сына, предложили отказаться от обвинений за 70 тысяч сомов. Ульчан Натмышпаева, Бигжан Токтасунов, НТС ОШ.